Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вкусненький виски. Ну, я надеюсь, что он будет таковым, так как это айловская тема. Айловский виски, в принципе, это получается. Вот такая вот коробочка, называется виски МакЛеванс. МакЛеванс. Давайте сразу доставим. Красивая, конечно, коробочка такая, вся исписана тут, что мы будем чувствовать в носу, на вкус, на запах. Ну, не просто МакЛеванс, МакЛеванс Айла, так как эта компания выпускает виски из всех регионов Шотландии. То есть у нас есть также в линейке МакЛеванс Спейсайт, МакЛеванс Хайланд и МакЛеванс Лоуленд. Ну, у нас МакЛеванс Айла, я ее давно хотел приобрести, наконец-то на нее была скидочка. И где-то месяцок назад я ее купил. Цена на них средняя где-то, ну, приблизительно, буду говорить, потому что сейчас могут быть меньше цены, или когда вы будете смотреть это видео, да. Около 33 долларов. То есть это довольно дешевые виски из односолодовых. Это односолодовые виски из таких. Вот эта этикеточка алюминиевая, классная, все, она легче обрывается, чем вот эти пластиковые. Но все равно, тем не менее, они имеют свойство неправильно отколупываться. Вот я половину содрал, а половина осталась. Приходится изощряться. И вот как-то вот, ну, не очень, в общем. Или я криворукий, конечно. Хе-хе, 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 поймешь. Так, в общем, адовская тема будет у нас сегодня. Надеюсь, мы насладимся. Вот такой бокальчик взял, вы знаете, начал замечать, что даже вот с такого мне бокала, мне кажется, больше нравится, чем с какого-нибудь Глинкейра или другого на ножке. Ну, в общем, он какой-то, не знаю, идеально подходит. Хотя есть вот побольше стакана, там, наверное, коньячный. Там, наверное, не очень он подошел бы под вискарь. А вот этот тут небольшой, отличный, в принципе, мне нравится. Бутылочка вот такая обычная, этикеточка простенькая. Тут, единственная, у нас выштамповка 1818 год. Но это год основания... Это год основания у нас именно компании MacLevons. Она, по сути, ну, не совсем тут в тему. Видимо, осталось просто название. МакЛа у нас вообще не занимались купажированием виски каких-то других, то есть не свои, да? Вот. Собственно говоря, тут у нас находятся односолдовые виски с вискокурней Боумор. Хотя как-то по-разному называют. Я слышал Боум... Ну, не знаю, может, я неправильно называю. Но мне кажется, Боумор, Боумор, как-то вот так вот он называется правильно. Это Айловская вискокурня, если кто не знает. Она как бы, ну, я не знаю, для меня лично она не суперизвестная. Мне больше известны вот типа Артбега, Лаговулина, какой-то там Лафройга и так далее. А вот этот... Ну, это просто другая сторона, по-моему, насколько я понимаю, острова, поэтому... Вот. Значит, выдержка. Выдержка у нас вискарика этого... Ну, это насовские спирты, то есть без определения возраста. Как вы понимаете, очень популярна давно стала такая тема. В линейках всех брендов практически существуют такие виски. Односолодовый, либо купажированный солод. Но без определения возраста. Ну, тут приблизительно, как пишут источники, 5-6 лет выдержка в бочках из-под бурбона. Вообще, вот эти виски, эта линейка, да, компанией Morrison Bowmore, если быть точнее, Distillery, они начали выпускать не так давно. То есть, с конца 80-х годов появилась, по-моему, Isla. Вот это вот появилось у них в линейке Highland и, по-моему, Lowland. Если я не ошибаюсь, SpaceX появился только в 1999 году. То есть, спустя, там, наверное, лет 10 после того, как появились первые три. Как-то так. Вообще, фирма Distillery Abomor, она была основана очень давно, в 1779, если я не ошибаюсь, году. То есть, это, ну, это, я, честно говоря, не прочитал. Старейшая ли это вискокурня Isla или нет, но уж точно я знаю, что она старше получается, чем Arbeck, чем Lafroic. Им, ну, от Зала Гаулин не помню. Ну, я точно помню, что Arbeck и Lafroic, они, по-моему, 1800 каком-то, в начале 800 появились. Вот. Что мы еще знаем про этот виски? Значит, он должен быть айловским. А что мы знаем про Айлов? Это дымные, копченые, торфяные виски. Как у нас описывается кратенько в истории, так сказать, этого, в описании этого вискаря. Подвергаются, то есть, солод подвергается сушке путем, то есть, через дым, торфяной дым, жжется торф. И через этот дым в течение, там написано было, даже до двух с половиной дней это все происходит. Вот. Ну, и потом уже дальнейший процесс получается. Соответственно, мы должны тут почувствовать, как я и говорил, на коробке и на бутылке это пишется. Торф, дымность, морские очень явные ноты, то есть, это соль, это йод, так как кали близко на Атлантический океан. Ну, то есть, она омывается, в принципе, Атлантическим океаном. И все эти нюансы мы должны почувствовать. Ладненько, давайте посмотреть на цвет. Цвет у нас, виски у нас крашеный, карамелью, к сожалению. Ну, к сожалению, не к сожалению, в принципе. Точно так же, как вот говорят, холодная фильтрация, без холодной фильтрации, многие даже упоминают, как вот на Арбеге написано, без холодной фильтрации. А специалисты, которые действительно, сами Илье, в принципе, ну, говорят, что обычный, обычный человек, да, который будет дегустировать этот напиток, он не почувствует никакой разницы. То же самое путет через карамель, ну, мы только, нам будет приятнее смотреть, или неприятнее, если кому-то нравится более насыщенный, или наоборот, без цвета, как мы знаем, без подкрашивания, он такой более соломенный. Ну, это тут стандартный, такой, желтый, вискарный цвет у нас получается. Достаточно маслянист он, тело такое, не жидкое, да, не жидкое, так нехотя, нехотя скатываются ножки. Интересно, ну, вот вообще, а нет, даже я бы сказал, остановились и не хотят никуда двигаться. Да, давайте, какой у нас будет аромат, я предвкушаю. Это у нас какой уже представитель таких торфяных, дымных виски на канале. Ну, вот, не считая Гленд Сильверса, по-моему, он чуть-чуть такой торфяной. Вот была Айловская тема у нас, Хамильтонс, но там больше вот как-то перечных нот я почувствовал. То есть, специи, вот такое что-то, специи и море. Дым там есть, безусловно, но он не доминирует. Вот мне понравился очень виски Гленд Морой Питет. Вот там, в этом Питете, там, конечно, первое впечатление было сумасшедшее. Там такой был букет вот всего вот этого, что должно быть присуще Айле. Что должно быть присуще торфяным, морским таким тонам, виски. Там все просто обалденно было в первом бокале. Но, как это бывает, 90% случаев, как я заметил, вот бутылка постоит, ну, я не знаю, неделю даже она постоит. И все, уже запах совершенно другой. Сейчас я его пью, у меня чуть-чуть там осталось. Ну, это земля и небо. Процентов 5, наверное, или 10 осталось того, что было. И нет уже той некопчености, ничего. Вот единственное, я же говорю, Хамильтон, наверное, еще как-то держится, да, тоже полбутылочки у меня там осталось. Вот он давно стоит и как-то еще держится. Вот у него вкус и запах такой, как и был при открытии. Ну, приблизительно такой. А вот, в принципе, все остальные виски, ну, к сожалению, они портятся. Либо их надо сразу выпивать, я понял одну вещь. Либо, ну, либо есть какие-то экземпляры, которые все-таки держатся, держат марку, так сказать. Единственное, что они могут, чем они могут становиться лучше, как мне кажется, это уходит в спиртозность, если она присутствует в них. Вот, давайте, запах. Странно. Немножко, немножко спиртуозен. Совсем такая легкая спиртозность. Тут у нас 40 оборотов. Бутылочка 0,7, 40 оборотов. Присущая легкая спиртозность в нос чуть-чуть ударила. Но больше всего меня поражает не это. Я ожидал тут услышать такую отчетливую дымность, торфяность. Ну, это есть, но я бы сказал, это на втором плане. Вот, мне почему-то кажется, что тут больше какие-то спейсайдовские темы, типа ванили. Не знаю, странно. Я ожидал, что мне вот в нос ударит прям торф такой. Ну, хотя бы, как в первом глотке, в первом носе Гленморе или такие же пряные специи, как в Гамильтонсе. Ну, нет, тут сладость присутствует. Какой-то, как медок, карамель. Ну, и вот на втором реально для меня лично, не знаю, я смотрел обзоры, все почему-то говорили, что больше тут торф, все, а все остальное это такое второстепенное. Мне наоборот почему-то странно, странно. Айла. Ладно бы я Гленмор и там был спейсайд со вкусом айлы. Ну, я так называю, просто он с торфяным, такой торфяной спейсайд. Мягкость, как они говорили, мягкость спейсайда и торфяность там айлы, например, да. Но тут вот айла должна быть чистокровная, казалось бы. Но нет, я чувствую дымность, да, торфяность есть. Но, не знаю, не знаю, как-то слабенько совсем. Совсем слабенько, может быть это будет во вкусе, но, да. Такой спиртуозный достаточно, достаточно спиртуозный. Ну, еще плюс специи, специи тут есть. Перчик вот этот вот, как был в Хамильтонсе, он присутствует. Может быть он как бы бьет больше в нос, вот такой вот, перчености там, остротой своей, чем спиртуозный. Хотя, и она тут присутствует, сто процентов есть. Все-таки молодые спирты. Пять лет, пять-шесть лет, поэтому. Ладненько, давайте пробовать, что же на вкус. На вкус приятненько. На вкус приятненько, сразу чувствуется солод, отчетливо. Соглашусь с одним обзорщиком. Солод четко прослеживается на протяжении глотка. И даже, я бы сказал, в послевкусе он есть. Так. Мягкий. Слегка спиртуозный, но совсем слегка. То есть, в носе чувствуется сильнее спиртуозность. Во вкусе ее практически нету. Очень мягок. Ну вот, блин. Что-то совсем меня он расстраивает по поводу, по поводу айловой темы. Мне, как мне кажется, даже Глен Сильверс, да, по-моему, был. Он был более копченый. То есть, тут есть какая-то копоть. Она вот дает о себе знать больше в послевкусии. Причем послевкусие непродолжительное, как для такого рода виски, да. Как мы знаем, крепкое, долгое послевкусие должно быть. У торфяных, у дымных таких вискарях. Ну, тут оно... Нет, нет, есть, конечно, но я бы не сказал, что супер. Морской темы я как-то не замечаю. Не знаю, сейчас, может, в третьем глотке почувствую. Хотя, все писали, морская тема. Йод, соленая вода, морская. Я одна зеленая недавно был на море, но что-то ассоциации у меня не вызывают никаких. Ну, есть что-то похожее, но... Нет. В общем, тут больше, опять же, специи, как мне кажется. Вот эта мягкость, ванильность, карамельность есть. Лимон. Читал отчетливо, да, и на коробке, по-моему, написано там какая-то долька лимона, то ли цедра. Ну, нет, тоже не ощущаю. Что-то плосковат, совсем плосковат. У меня такие были надежды на него, очень сильно меня расстроило. Единственное, что ему прощается многое, потому что я его взял по нормальной скидке. У меня он вышел где-то до 25 долларов, у меня обошлась эта бутылка. Так как я сказал, она, ну, около 33 стоит. Дешевле, да, понимаю, это дешевый сингл-малт. Вот один из самых дешевых, правильно многие говорят, так и есть, что многие бленды, купажи дешевле. Обычные, например, я не знаю, там тот же, да что у нас, Black Label. Ну, вот если сравнивать по вкусу, мне кажется, Black Label и даже побольше вот этой вот жженности, копчености. Тут как-то, блин, не знаю, не знаю, после вкусе вот есть такое легкое, но оно не дымное даже, я бы сказал, не торфяное, а вот как больше специи. Специи такой пряный какой-то имбирно-перечный вкус. И сладость, да, вот чем отличается он, например, от того же Хамильтонса, там вот эта вот торфяность, перченость, она была соленая. Соленая, и мне это больше все-таки нравится, если, ну, копоть, да, она ассоциируется, мне кажется, больше с солью, чем со сладкими нюансами. А сладость вот присуща была Гленморою, ну, так как там, типа, спирты из Спейса это были. Поэтому, ну, что-то нет, не зашел мне он совершенно. Ребят, не знаю, все от него, в принципе, ну, не то, что без ума, но многие поставили ему хорошие положительные оценки. Особенно любители, айлы, любители торфяных дымных виски, я таковым являюсь, это миллион процентов. Но, 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 очень много но. Во-первых, он не такой ароматный, как я предполагал. Нету такой напористости, нету угловатости вот этой аловской, то есть, выпирающих сторон именно дымных, торфяных, морских каких-то, йодовых тем. Во вкусе тоже просто сладковатая такая, с легким-легким привкусом торфа. Ну, не торфа, а дымности. В общем, не советую к покупке, по крайней мере, не советую к покупке тем людям, которые ждут от него, вот как я. Он меня разочаровал полностью, потому что я ждал от него, это был шаг, еще один шаг, наверное, самый близкий уже к настоящим таким жестким айловцам, типа, ну, вот Лафрой, как я сказал, у меня, да, будет скоро на обзоре, вот, Аккордбеку, там, я не знаю, Клаговулину. Ну, поэтому я вот, я вот разочарован, ребят, честно говоря, разочарован. Слабоват, очень слабоват. Блин, даже от себя такого не ожидал, что я это скажу. Я вот готовился, я был уверен, что мне он зайдет, что мне покажется, он классный, торфяный, дымный, все вот это вот. Но нет же, блин, опять облом. Ну, в общем, как-то так, ребят. Не советую к покупке, по крайней мере, если вы ждете того, чего я ожидал. Возьмите что-нибудь, возьмите Хамильтон. Он по цене даже дешевле этого, и там, мне кажется. Он более, конечно, однобокий, но вот эта вот торфяность и какие-то ноты специй, перца, то есть, он такой соленковатый, прикольный, и там больше проявляется, чем тут. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, и до встречи. Всем удачи. Чао.